Октябрьская библиотека номер два имени Николая Жернакова представляет видео-презентацию День добрых дел. Когда человек делает добрые дела, на душе у него становится легко. Помочь старушке перейти дорогу, подсказать незнакомству, где найти то, что он ищет или просто подарить улыбку проходящему мимо человеку, в этом и заключается доброта. В каждом человеке присутствует желание делать хорошие поступки. Поэтому каждое совершенное доброе дело одним человеком может воодушевить на добрые дела многих. Одним из таких примеров является международный праздник. День добрых дел по традиции отмечается ежегодно 15 марта. Международный праздник доброты берет свое начало в 2007 году в Израиле. В этом событии впервые приняли участие 7 тысяч человек. Они решили притворить в жизнь идею о том, что каждый может совершать добрые поступки. Это может быть каждодневная небольшая помощь окружающим, или глобальные социальные проекты, помогающие детям, пенсионерам и нуждающимся людям. Данная традиция не оставила равнодушным население других стран. С каждым годом в этой акции принимают участие все больше людей из разных уголков мира. Аналогом Дня добрых дел является День спонтанного проявления доброты. Он отмечается 17 февраля. Совсем не обязательно дожидаться тематических дат для проявления доброты, сочувствия и сострадания. Совершайте добрые поступки каждый день, и мир станет добрее. 99-летняя бабушка Лиллиан Бебер из города Коут зря времени не теряет. Однажды она услышала о страшной ситуации в странах Африки, а точнее о детях-сиротах, которым нечего надеть. Лиллиан шьет по платью в день для этих детей. Она уже отправила туда более 800 платьев. Недавно волонтеры прислали бабушке фотографии, на которых африканские девочки в ее платьях выражают ей благодарность. Но доброта нужна не только тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, а всем на свете людям. Идея Всемирного Дня Доброты состоит в том, что каждому человеку под силу совершить добрые дела и делать счастливее себя и окружающих. Тем более, что для этого надо совсем немного быть внимательнее к людям, улыбаться им, делать их жизнь легче и приятнее, хотя бы в мелочах. Маленькие добрые дела чаще всего не требуют больших усилий, а эффект производят просто огромный. Причем и на тех, кому они адресованы, и на тех, кто их совершает. Ученые выяснили, что быть вежливым и совершать добрые поступки даже полезно для здоровья. Добрые и отзывчивые люди меньше подвержены сезонным депрессиям, реже страдают от гипертонии и у них хороший иммунитет, и чувствуют они себя намного увереннее и счастливее прочих. Думаете, совершать добрые дела сложно? Ничего подобного. Не обязательно сразу становиться волонтером или спасателем. Просто оглянитесь вокруг и постарайтесь не спешить. Вы увидите, как много мелочей просто бросится в вашу копилку добрых дел. Позволяйте себе делать добро, и Вселенная ответит вам взаимностью. Если вы можете сделать что-то хорошее, разрешите себе это сделать. Это легко, здорово. Это позволяет вам расти и самосовершенствоваться. Это качественно улучшает ваше окружение. И еще благодарите. Если вы в силу каких-то причин не можете поблагодарить кого-то конкретного, то мысленно поблагодарите Вселенную. Пусть эти ощущения радости и благодарности наполняют вас и помогут вашим мечтам сбыться. Когда вы довольны, когда вы рады, когда вы хотите чего-то, то все в вашей жизни случается наилучшим и самым благоприятным образом. Позвольте чудесам случаться. Будьте центром добра и благодарности. Мало того, что сам водитель этого мотороллера не очень удачно приземлился, так еще и весь его груз мог исчезнуть под колесами автомобилей. Но хороших людей вокруг намного больше, чем нам кажется. Помогая другим, люди совершенствуют свои личные и профессиональные качества. Они учатся коммуникабельности, приобретают новых друзей и находят смысл жизни. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова.